В областном центре ведутся масштабные строительные работы. Строятся стройплощадки, многоэтажные дома, ремонтируются дороги. Аким Горда лично проинспектировал качество работы строителей. На левой бережи кипит стройка. Строятся первые 18 домов в детский сад. На встрече с Акимом подрядчики доложили, что объекты будут сданы до конца года. Совсем скоро суда будут протянуты все инфраструктурные сети. Газ, вода, электроэнергия. В новом микроавене поселка Тацбугет построена спортивная площадка. Теперь это издаленное место детворы. Здесь проводят практически все свое свободное время. К слову, на площадке могут вместе с детьми заниматься спортом и взрослые. Для этого имеется необходимый спортивный инвентарь. Эта спортивная площадка была построена в прошлом году в Тацбугете за счет дохода поселка. Для развития массового спорта мы планируем в городе начать строительство 20 таких площадок. Проект утвержден. Выделено 80 миллионов тенге. В ближайшие дни начнется строительство. До конца сентября все площадки будут введены в эксплуатацию. В поселке Тацбугет в этом году будет проведен капитальный текущий ремонт 15 улиц. В целом на ремонт улиц пригородных населенных пунктов выделен 1 миллиард тенге. Все работы будут завершены к октябрю. Аким города порадовал жителям микрорайона Саулет хорошей новостью. До конца года планируется провести здесь капитальный ремонт 32 улиц. На ремонт дорог и регулировку электросетей микрорайонов Саулет Коби и Саяхат уйдет в целом 9 миллиардов тенге. Поэтапно мы введем работу. В этом году, несмотря на трудности, спасибо руководству области поддержало наше предложение и выделят средства из областного бюджета. Другая хорошая новость. По программе Нурлжона модернизацию системы водоснабжения и канализации из республиканского бюджета выделены солидные средства. Мэр города отметил с учетом недавнего несчастного случая на КНС важность реконструкции всех устаревших станций. Касательно КНС мы сейчас готовим проект стоимостью свыше 3 миллиардов тенге. Запрашиваем из республиканского бюджета средства на реконструкцию КНС. Конечно, у нас много уже устаревших КНС. Они требуют ежедневного контроля. На днях произошел несчастный случай. Мы выражаем родным погибших свои соболезнования. Со стороны городского Акимата их семьям выделено по 1 миллиону тенге. Оказывается, вся необходимая помощь. Далее Нурлжонберг Налебай побывал в новом микрорайоне по улице Жапаспая-Батыра. Сегодня здесь строится еще два многоэтажных дома. Мэр города отметил, что все дома строятся на совесть. По качеству не должно быть никаких разговоров. Все дома качественные. Все приняты государственной комиссией. Мы готовы показать все дома по Жапаспая-Батыра в Арае. Не должно быть никаких разговоров касательно качества. Государственная комиссия ставит подпись, потому что дома качественные. Соблюдены все требования. Мы полностью в этом уверены. Совсем скоро завершится капитальный ремонт улицы Корхата-Ата. Она стала шире. Построены 12 километров тротуаров. Установлены 19 остановок, 156 фонарей. Отремонтированная по современным технологиям дорога ожидается будет служить на порядок дольше. 2 августа дорога будет полностью сдана в эксплуатацию. Гамжа Жамназар, Адлебек Жухан, Бугима Басилов. Досконсат Пай. Телеканал Казахстан Кызларда.